Привет, друзья! Урок, который вы сейчас увидите, входит в наш курс, который называется Играй как BB King. Он находится на нашем сайте perla.ru. Если он вам понравится, можете его приобрести целиком или оформить подписку на все курсы сразу. Это будет соло из легендарнейшей песни, которую прославил BB King, который ассоциируется именно с ним. И это будет хрестоматийнейшее вступление к Trills Gone. Если вы любите блюз и играете блюз и не играете в вступление к Trills Gone, это довольно сильное допущение. Это всегда на джемах играется копейка в копейку, то есть нота к ноте. Ну, естественно, с небольшим каким-то допущением, но все-таки поэтому обязательно это разберите. И если вам понравится вступление к этой песне, на нашем курсе мы разбираем и первый квадрат соло. Также мы разбираем другие песни BB King'а. Pay the cost to be the boss, you rock me baby и другие. И к тому же мы разбираем и учим вас, как ориентироваться в стиле BB King'а. Мы разбираем его основные боксы, его основные позиции, разбираем его основные фразы, учим, как удлинять, укорачивать их и связывать их между друг с другом. Также рассказываем про кое-какие секреты BB King'а, такие как вибрато и его характерные бенды. Так что не буду вас далее отвлекать. Переходим к этому великому соло. КОНЕЦ В предыдущем видео мы поговорили о том, что это вообще за песня Trilus Gone, почему она важна, и мы разбираем ее на этом видеокурсе. В этом видео мы начнем, собственно, играть все то, что нужно играть в этой песне, и это будет первая часть, это будет вступление, легендарное вступление к Trilus Gone. Итак, гармония две песни не совсем традиционный минорный блюз. Я объясню почему. Первые четыре такта у нас тоника, это C минор. Затем два такта субдоминанта, ми минор. Опять два такта тоника, C минор. Затем один такт, соль мажор. Один такт, фа диез мажор. И заканчивается все это на тонику, C7. И к следующему квадрату мы подходим ля, ля диез, и опять C, и у нас начинается квадрат. В общем, смотрите сетку аккордов, и вам сразу все станет понятно. Итак, давайте разберемся с самой первой нотой этого вступления и этой песни. Она звучит так. Это нота C на седьмом ладу первой струны. Собственно, тоника этого произведения. Мы делаем скребок этой ноте. Перекрываем большим пальцем все струны, все пять струн. И играем по ним по всем до первой струны. И когда мы доходим до первой струны, мы открываем руку. И у нас звучит эта нота с сильным вибрато. Тренируйтесь делать это именно со скребком, потому что так это звучит наиболее эффектно, и так это делал Би-Би Кинг. Итак. Раз, два, три, четыре. Итак, обратите внимание, что мы должны ее заглушить на счет три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И уже дальше начать эту фразу. Если вы заглушите ее не в тот момент, ваша фраза не будет звучать ритмично. То есть здесь фразы, состоящие из одной ноты. Но тем не менее, это прекрасная фраза. Прекрасное начало для любого соло. Раз, два, три. Следующая фраза. Эта фраза довольно заковыристая и сложная, но тем не менее, она становится от этого только более интересней. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. На четыре мы начинаем следующую фразу. Четыре первого такта. Первая у нас нота опять Си. Мы ее играем с вибрато также, только уже без скрипка. Затем Десятый лад первой струны. Седьмой лад первой струны. Затем десятый лад второй струны. Затем бэнд от девятого лада до одиннадцатого. И два раза седьмой лад третьей струны. Итак, раз, два, три, четыре. Три. Итак, далее. Третьим пальцем. Девятый лад. Третья струна. Мы делаем перекат. То есть, играем сначала вогнутым пальцем. Потом мы этим же пальцем просто выгибаем эту костяшку. Чтобы у нас эти ноты звучали отдельно, а одни одновременно. Потом опять седьмой лад третьей струны. И три раза по... Три раза по девятому ладу четвертой струны. И на последний третий раз вы вибрируете эту струну вниз. Биби Кинг довольно редко делал вибрато на четвертой струне. Но, тем не менее, в этом вступлении он такое исполнил. Итак, раз, два, три, четыре. Два, три. Итак, нам остается последняя фраза на Си. На тонику. Здесь мы играем седьмой лад третьей струны. И затем делаем бент от девятого лада до одиннадцатого на третьей же струне. И делаем мы его с вибрато. И затем седьмой лад вторая струна, седьмой лад первая струна. Все вместе. Четыре такта. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И... Отлично. Теперь фраза на доминанту. Затем перемещаемся в третий бокс. Пентатоники. В принципе, вы можете делать все то же самое в первом боксе на первой струне. Здесь звучит жирнее. И к тому же бенты, которые здесь нам пригодятся на два тона, на первой струне делать очень тяжело. Так звучит первая фраза на субдоминанту, на ми минор. Здесь мы делаем бент от пятнадцатого лада до семнадцатого. Затем мы опускаем этот бент, играем просто на пятнадцатом ладу второй струны. И двенадцатый лад второй струны играем с вибрато. И следующая фраза звучит так. Это довольно сложная фраза, но она очень клёво звучит. Советую вам её выучить и играть на субдоминанту не только в минорных, но и в мажорных блюзах. Итак, двенадцатый лад второй струны. Затем мы делаем четверть тон от пятнадцатого лада. Здесь мы глушим её. И делаем уже бент на полтона до шестнадцатого лада. Бент на тон до семнадцатого лада. Бент на полтора тона до восемнадцатого лада. И бент на два тона до девятнадцатого лада. Затем, опять бэнд на тун, от 15 до 17, 15-го второй струны и 12-й лад первой струны. Не бойтесь порвать вторую струну, это не так и легко, как кажется на первый взгляд. И аккуратно делайте эти бенды. Обращайте внимание, что они должны быть у вас довольно точны, иначе ничего не получится. И следующая фраза, 12-й лад второй струны, бенд до 17-го лада второй же струны, затем бенд на четверть тона, потом просто 15-й лад второй струны, 12-й лад второй струны, 15-й лад второй струны и опять 12-й лад второй струны. Эта фраза должна звучать вкратчиво. Обратите внимание на запись, она звучит довольно тихо, едва различимо. И мы переходим к следующей довольно бодрой фразе. Итак, давайте же соединим все, 4 квадрата тоники и 2 квадрата субдоминанта. И затем следующие 2 квадрата тоники, то есть всего 8 тактов. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Следующая фраза. Второй бокс, пентатоники. 10-й лад, 12-й лад два раза. Опять 10-й лад. 12-й лад второй струны. И стаккатная нота в конце. Перед этим у нас на 12-й лад второй струны нота с вибрато. Это очень ритмичная фраза, она звучит очень здорово, я ее вам советую. Прямо ее хочется играть и играть. И следующая фраза. 10-й лад первой струны. И сразу бент от 12-го лада до 14-го. Следующая фраза. И затем 12-й лад первой струны. 10-й лад первой струны, 12-й лад второй струны. 3, 4. Мы три раза повторим эти две ноты. Просто у нас получается они гуляют в тактовом пространстве. Поэтому получаются разные фразы. Потому что они начинаются на разной доле. 3, 4. Видите, и следующая. И третья фраза. Мы вот эту ноту на 10-й лад первой струны играем дольше. И мы ее играем с четыритонным бендом. В конце вы можете сыграть на 19-м ладу первой струны эту ноту Си. Итак, давайте сначала пройдемся по всему квадрату вступления. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 4. 3. Итак, практикуйтесь, не торопитесь никуда, делайте точные бенды. И играйте эти фразы очень-очень ритмично. Тогда у вас все будет звучать здорово и интересно. Итак, мы разобрали с вами вступление к этой песне. Разберите все по фразам и выучите каждую из них хорошенько. А уже потом приступайте ко второму уроку, где мы разберем один квадрат соло из Drill is Gone. Продолжение следует... Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин